впервые за 28 лет сборная украина по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира вы не ослышались да это необычный футбол не тот что я комментировал как выяснилось надо было башкой думать какой футбол комментировать не тот чемпионат европы где с нашей сборной все вышло не слишком хорошо а вот этот чемпионат мира по футзалу по футболу в залах до вчера наши ребята обыграли в четверть финале венесуэлу со счетом 9-4 футзале счета немножко другие и вышли в полуфинал в полуфинале наши футболисты сражаться сражаться извините со сборной бразилии мы в полуфинале чемпионата мира по футболу играем с бразильцами за выход в финал да это уже какого масштаба достижения повторюсь последний раз такое с нами было 28 лет назад тогда в этом далеком прошлом наши заняли четвертое место в результате на чемпионате мира по футболу в этот раз чемпионат мира по футболу проходит в близком нам ташкенте про узбекистан в сегодняшнем выпуске еще обязательно поговорим нас есть кое-что общее с нашими узбекскими братьями а пока все-таки решил сегодня понедельник как вы знаете день тяжелый потому решил я начать с новостей спорта как ни странно вот это была новость про спорт украинский а теперь мы переходим к спорту чисто как говорится по понятиям российскому а в это время в стране которая на нас напала в россии очень интересное интервью дала председатель как это у них в спорт с палками на ногах называется привязывают русским палки к ногам и они по снегу бегают есть такой спорт в общем и у этого спорта есть председательша елена вяльба олимпийская чемпионка и вот давала она тут интервью у нее спрашивают скажите елена у какому каналу здесь скажите пожалуйста елена а вот когда наши команды вернут на международную арену то есть что имеется ввиду всех российских спортсменов как вы понимаете лишили права участвовать разных соревнованиях никто не будет соревноваться с россиянами спорте когда знают что они творят в жизнь и вот елена вяльба значит отвечает на этот вопрос сказала что главное следующее что когда мы россияне сбросим на центр лондона атомную бомбу вот тогда сразу нас россиян горит вернут во все соревнования обязательно рассмотрит немедленно этот вопрос не логично да вот такие советское время были олимпийские чемпионки это надо из кого в советское время растили олимпийских чемпионок даже из вяльп из вяльп делали олимпийских чемпионок вот представьте себе ситуацию да россия сбрасывает атомную бомбу на центр лондона сотни тысяч погибших разрушены все прекраснейшие знаковые здания упал биг бен лондон бридж гибнет королевская семья и в это время правительство великобритании собирается чтобы обсудить ответ россиянам да не знаю что россияне сбросит атомную бомбу и тут правительство появляется идея слушать а давайте на лыжах посоревнуемся с русскими а действительно раз они сбросили на нас атомную бомбу давайте позовем их позоревноваться на лыжи на следующей олимпиаде это логично да вот это очень такой российская логика раз россияне сбросили на нас атомную бомбу давайте с ними посоревнуемся в лыжных гонках как-то так вот должна должна произойти по если верить версии елены вяльбы да вот такой сегодня спортивный день понедельник но еще последняя новость спорта точнее еще один такой результат а я сам не заметил спасибо вату зритель вата меня поздравил с ним он написал поздравляю вас у вас 100 миллионов просмотров на канале штельман вот это я даже не знал что оказывается все ролики вместе взятые которые вышли на канале штельман за всю его историю за 20 большим года просмотрены 100 миллионов раз я бы непременно заметил это будь рядом со мной шетельманометр таш на шетельманометре все время высвечивается небольшая такая цифра где написано сколько всего просмотров на канале штельман 100 миллионов раз меня смотрели круто спасибо вата за поздравление спасибо что заметили что манометр просто не рядом и вообще шетельманометр грустит потому что пятьсот двадцать одна тысяча подписчиков на канале штельман и цифра это не сдвигается ни на йоту ни на ну йоту не отклоняется эта цифра пожалуйста помогите шетельманометр поздравьте и вы меня со 100 миллионов просмотров подпишитесь на канал штельман если вы еще не подписаны ну и конечно поставьте лайк этому с позволения сказать видео штельман за сегодня за понедельник какой суть 30 сентября последний день сентября кстати сегодня в украине праздник на него мы еще дойдем праздник связанный с нашим каналом как ни странно я вас заранее поздравлять не буду сейчас дойдем по ходу пьесы чем еще россияне грозят миру вот как видите англичанам они грозят что мол мы сбросим атомную бомбу на лондон если вы не допустите нас играть в шашки на казахстану пригрозили повторить судьбу украины в случае непризнания днр и лнр предупредили киргизию о том что ждет судьба украины в госдуме привели предрекли армении судьбу украины это все было в прошлом медведев пригрозил властям молда молдовы повторением судьбы украины это в августе 2024 года и вот свежайшая новость сегодняшняя совете федерации россии пригрозили узбекистану судьбой украины из-за избитого школьника замкомитета зампредседателя комитета совета федерации по международным делам климов этого россиян такой есть климов намекнул что узбекистан может дать ждать судьба украины в чем значит разговор дело в том что в узбекистане как нетрудно догадаться школах преподавание ведется правильно на узбекском языке то штат называется узбекистан там живут узбеки естественно их обучают на узбекском и вот какой-то мальчик потребовал учитель на чтобы она учила его на русском узбекской учительницы вот но мальчика побили конечно и так далее вышвырнули из класса и вот россия потребовала чтобы значит так не делали и когда учили там на русском те кто хочет учиться на русском после это правда выяснилось что вообще там особо мальчиков всяких бьют за то что они отказываются ли не умеют говорить на узбекском это логично узбекистана как еще должно быть вот но мид россии прямо выразил протест по этому поводу и вот теперь они угрожают что ждет узбекистан судьба украины вот я был на месте узбекистана сейчас перезадумался если такие угрозы серьезные пошли на чё я понимаю что с одной стороны судьба украины это бомбить российские города склады уничтожать сотнями тысяч российских военных это приятная обязанность украины почетная обязанность украины уничтожать российскую армию уничтожать взрывать российские склады это все так но ведь и тяжелое разрушение принесли нам россияне много людей они убили и мне кажется узбекистану не надо сейчас думать если прямо сказали все эти федерации что на них собираются напасть может быть это время выйти уже из этого треклятого дкб хотя узбекистан помыть так уже довольно так присоединяйтесь к рамштайну скоро через две недели будет группа рамштайн заседать по помощи украине узбекистан как региональная сверхдержава военная в военном смысле безусловно центральной азии могла бы понять уже сейчас что ее место теперь рядом с украины в этой войне нападение на нашу сторону продолжается сегодня ночью 67 шахедов сбили наши средства ПВО и одну ракету всего 73 шахеда выстрелили россияне по украине значит как я сказал 67 были сбиты три удалось отклонить при посредстве рэп соответственно еще три к сожалению куда-то попали ну и две ракеты тоже к сожалению куда-то попали обстреляли россияне также херсонскую область но это уже артиллерия там ранены пять человек артиллерийский обстрел великой александровки среди пострадавших двое мужчин а также 37-летняя женщина взрывные травмы множественные осколочные ранения и я вот прочитал про великую александровку вспомнил что вот там как раз таки помните что было до великой александровке это библиотека которой мы помогали собирали для нее книги а ведь сегодня всеукраинский тень библиотек всеукраинский день библиотек отмечается и в честь всеукраинского дня библиотек есть такая должность в украине как языковой омбудсмен языковой омбудсмен рассказал сообщил о том что сделали тарас кремен кстати он зовут кто не знает сообщил что сделали россияне с украинскими библиотеками во время полномасштабной войны значит повредили или уничтожили россияне одну тысячу библиотек после вследствие российской агрессии утрачено более двухсот миллионов украинских книг 200 миллионов последний раз подобное происходило в истории человечества не знаю даже когда-нибудь происходило или нет когда варвары сжигали библиотеки рима я думаю там просто не было столько книг поэтому я думаю что по количеству уничтоженных книг в одной войне россияне занимают первое место в мире и они могут занести это в сокровищницу российской культуры эта культура уничтожившая наибольшее количество книг российская культура ну а наш гур главное управление разведки это похоже организация уничтожившая наибольшее количество военных преступников вот украинская разведка заявила что провела в подмосковье операцию в ходе которой был убит российский полковник фамилия его коломейцев убит в коломне тут они что-то напутали или тут что-то не так не может быть такое это гур врет ну я шучу конечно не врет но что-то приукрасил то прямо коломейцев и убит именно в коломне какое-то такое совпадение не думаю да в общем гур распространила фотографию на которой как утверждается изображен убитый полковник снимок окровавленного лица мужчины при этом наложен фильтр поэтому достоверно установить невозможно но считается что это полковник коломейцев который руководил 924 государственным центром без пилотников он обучал операторов дронов шахет это как бы есть наш ответ на вот эти удары шахедами похоже что тоже убили на пробежке видимо это уже стиль гура помните убили командира подводной лодки пристрелили когда он бегал спортом занимался этого тоже видимо либо он спортом занимался либо пиво пил точно неизвестно почему потому что ну на фотографии он в костюме найк костюме найк а в костюмах найк российские военные либо бегают пробежки либо пьют пиво и вот в этот момент он был уничтожен нашими разведчиками ну что ж от горячей войны постепенно смещаемся в сторону войны дипломатической в сторону так называемых мирных или псевдо мирных инициатив вчера во время стрима мне задали вопрос про швейцарию я сказал что отвечу сегодня слишком сложная история так что же случилось со швейцарией есть такая в кавычках скажу мирная инициатива китай и бразилии почему в кавычках потому что когда нам предлагают поделиться с россией территориями это не мирная инициатива так сказать план как можно дольше у продления войны чтобы следующее поколение потом было вынуждено уничтожать россиян выбивать их из оккупированных территорий чтобы этого избежать естественно украина пытается решить всю проблему сейчас освободить свои территории изгнать россиян на их земли а вот бразилия и китай почему то вместе вот во всем остальном объединиться не могут а в этом объединились выступили с инициативой что мол давайте просто вот по линии прекращения огня в смысле как сейчас стоят войска так вот и перестанем стрелять кстати даже мне интересно сейчас вообще эта инициатива кому-нибудь нужна потому что там наши войска стоят например в курск области наши войска так-то стоят в курск области то есть россияне готовы нам отдать часть курск области ну может и готовы в принципе на эту курск область и вот швейцария взяла и заявила что поддерживает мирную инициативу так называемую китая и бразилии поддерживает мирную инициативу китай и бразилии это заявление вызвало возмущение большое возмущение в миде украина почему потому что недавно совсем в швейцарии в июне прошел саммит мира и на саммите мира не было так уж много принято решение было принято одно главное решение что впредь все мирные планы которые могут рассматриваться международным сообществом обязаны содержать в себе как один из пунктов восстановление территориальной целостности украины и что мирные планы должны соответствовать уставу оон естественно что план китая и бразилии не содержится в стороне территориальной целостности украины соответственно противоречат напрямую уставу оон получается швейцария противоречит уставу оон мало ног швейцарияляются как бы противоречит сама себе она собрал саммит мира она инициировала эту бумагу онае подписала подписала и после этого поддерживает план который все это не предусматривает которые ему прям противоречит вот что говорит наш хмид на эту тему Но еще раз подчеркиваем, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах. Во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, эти предложения должны основываться на уставе ООН и включать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международных признанных границ. Дальше, говорит МИД наш, нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины. Формула мира наша представляет полный инструментарий и все площадки для обсуждения всех идей. Любая инициатива, которая не содержит ссылки на устав ООН, не гарантирует полного восстановления территориальной целостности, являются неприемлемыми. Такие мирные инициативы, согласно нашему заявлению МИДа, создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия. Вот это очень точно сказано. Это иллюзия диалога. Ну серьезно, давайте. Когда у нас идет война, то мы называем это слово война. Когда нас бомбят, мы понимаем, что мы должны отбиваться. Когда мы бомбим, мы понимаем, что мы снижаем потенциал нашего русского противника. Соответственно, мы просим у Запада оружие, понимаем зачем. А когда на Западе сидят, такие, а, ну там же, кажись, а там швейцарцы о чем-то вроде же договорились. Зачем же мы будем пушки-то давать украинцам? Если швейцарцы, кажись, а договорились. Ну швейцарцы, как бы, серьезные же люди, небразильцы какие-нибудь. Вот это создает иллюзию того, что у нас тут идет какой-то мирный процесс, которого не существует, от которого Россия отказалась. Те инициативы, которые не признают факта не спровоцированной вооруженной агрессии России, приравнивают жертвы агрессора. Предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территориальной целостности Украины. И они не могут быть поддержаны Украиной, говорится в заявлении МИДом. До этого Венгрия поддержал. Ну про венгров-то мы не сомневались. Когда слышишь Венгрию, понимаешь Путин. Ну, грубо говоря, Путин поддержал инициативу Китая и Бразилии. Но когда мы говорим Швейцарию, это прямо скажем обидно. Ну и кстати, обидно мне прежде всего, мне лично за Швейцарию. Не знаю как вам, а мне за Швейцарию. В смысле это что? Вот мне же задали вчера мой вопрос, какого рода. Типа это они даже такие богатые, поэтому совсем потеряли как бы берега и вообще никому никакого уважения и так далее. Да, действительно, я посоветовался вот с авторитетными людьми, как вот они думают, что про эту позицию Швейцарии. И мне вот ответ пришел такой примерно, сейчас я вам прочитаю. Ну то есть, Швейцар же не отвечает за базар, да, как бы, как к этому относиться. И авторитетные люди прислали такой текст небольшой. Вот прикинь, швейцарские перцы базар свой не держат. Вроде бы все четко замутили, лаве у них, банки под них заточены. Но как дело доходит до реальных движух, они шлангом прикидываются. Вроде говорят одно, а по факту, шиш тебе, братан. Если бы это по нашей теме было, их бы давно на пересмотр кидали. Бабло могут подморозить, а доверие швах, не какой-то больше тихой гавани. Так что, не держишь базар, готовься, что тебя и в реальном деле перекроют, а по делам могут раскатать. Такой ответ. Ну на самом деле, ответ мне этот дал искусственный интеллект, чат GPT. Когда попросил я его сообщить, ну чисто по понятиям. Что ж теперь со швейцарцами делать, после того, как Швейцария не отвечает за свой же собственный базар. Базар, как ее притянуть к ответу? И вот это был ответ чата GPT. Меня вообще удивило, что чат GPT способен разговаривать на таком языке. Вот что значит языковая модель, да? Круто, ребята, программисты. В Калифорнии создатели чата GPT, я имею в виду. Поработали. Ладно, движемся дальше. Движемся дальше. Фух. Ну, раз нет у нас никакого мира, кроме как швейцарский мир бывает только в Мышеловке, как мы теперь уже поняли, да? Значит, то готовимся мы дальше к войне, а точнее к новому заседанию группы «Рамштайн», которое состоится в октябре. Итак, значит, Зеленский рассказал о подготовке к «Рамштайну». Должны определиться, как усилить давление на Российскую Федерацию. Почему это будет знаковое заседание «Рамштайна» именно октябрьское? Потому что туда, скорее всего, приедет Байден. Байден приедет, изучив наш план победы, и приедет с ответом, что он готов нам дать для победы, что он не готов нам дать для победы. Зеленский сказал, что в октябре на встрече к формате «Рамштайн» вместе с партнерами нужно будет определиться относительно усиления давления на Россию. И уже команды наши и партнеров начали готовиться к «Рамштайну». Через полторы недели в октябре, значит, все это состоится, как нам давить на Россию, ради справедливого мира. То есть он как бы поворачивает сам в сторону того, что это и будет мир, но, естественно, мир уже справедливый. Зеленский напомнил, что Россия ежедневно использует около сотни управляемых авиабомб для удара по Украине. И это постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России. Вот-вот. А не весь этот швейцарский сыр, которого мы не ухтоптали в этом смысле совершенно. Швейцарский сыр нам не нужен. Вот Дания. Вот это вам вот, казалось бы, Швейцария, Дания, можно перечитать через запятую. Но какая огромная разница, чувствуете? Швейцария, которая присоединяется к венграм и бразильцам, А Дания вместо этого инвестирует в оборонный комплекс Украины 630 миллионов долларов. Инвестирует, используя при этом замороженный российский актив. Министерство обороны Дании сообщило о договоренности с Украиной об инвестициях в украинскую оборонную промышленность на сумму 4,2 миллиарда датских крон, или 628 миллионов долларов США. Значит, Министерство обороны Дании что делает? Оно делает так, чтобы украинское оружие и украинская техника попадали на фронт с помощью финансирования со стороны Дании. Это очень ценная инициатива. Они берут деньги, замороженные российские активы, инвестируют в наш военпром. То есть мы способны после этого строить какие-то цеха, заводы, платить зарплату нашим инженерам и рабочим, закупать материалы и на эти деньги создавать уже наши дроны, ракеты, поляны, яйца и другие средства поражения. Но точнее используют они не сами активы, будем честны и точны, а используют в течении доходы от замороженных российских активов. Министр обороны Трель Слут Поульсон вместе с Умеровым, нашим министром, и министром стратегической промышленности нашим, Сметанином подписали соглашение о намерениях продолжать сотрудничество по контрактам с украинским оборонпромом. Значит, так, ну там какой-то, тан-тан-тан-тан, какие-то подробности. Что заявил, значит, министр Поульсон? Да, они лидируют, осуществляя пожертвования вооруженной непосредственно от украинской обороны промышленности. Вооружение непосредственно от украинской обороны промышленности это усиливает способность украинцев производить оружие, которое пользуется спросом. То есть ребята что делают, датчане? Они не просто дают нам свое оружие, они говорят, вот вам деньги, сделайте оружие. Они создали нам рабочие места. Они доверили нам самим решать, какое оружие нам сейчас надо. И мы производим украинское оружие на датские деньги. Зачем далее еще и отобранные у России. То есть датчане сначала ослабили россиян, потом усилили нас, создав нам рабочие места, на которых мы создаем оружие для нашей армии. Но это, мне кажется, идеальная схема. Вот когда соберетесь на Рамштайне, то, возможно, сможете договориться о том, чтобы так было и с другими странами. По-моему, это очень и очень красиво. А в Германии все пытаются уговорить Шольца дать нам Таурус. Вы знаете, я сегодня, когда эту новость прочитал, что Анна Лена Бербок, министра иностранных дел Германии, выразила поддержку идеи поставки Украины дальнобойных ракет для обороны. И я такой сижу, думаю, что куда это точно не из прошлого года к нам закралась новость. Коалиции, в демократической коалиции происходят так, что если партнеры не могут договориться об одном пункте, мы не можем поставлять оружие в Украину. Когда, в то же время, когда это делают американцы, британцы и французы, сказала Анна Лена Бербок. Вот так вот уже год, год коалиция уговаривает Шольца дать нам ракеты, а Шольц нам эти ракеты Таурус не дает. Я уже думал, все забыли, забили. Нет, не сдается министр иностранных дел. Спасибо ей за это, спасибо за нашу поддержку. Но сколько усилий потрачено понапрасну, хотя что Шольцу стоило. Но нет, нет и нет. А что он, что он боится-то? Думаю, боится он российских ядерных угроз. И мы-ка сейчас к ним немедленно, потихонечку подберемся. Пока ставьте лайки и подписывайтесь на канал Шейтельман. Перейдем мы, конечно, к россиянам, к Лаврову для начала. Лавров, его же пускают в ООН, потому что вынуждены. Вы часто спрашиваете, как его пускают, он же под санкциями. Ну, потому что ООН считается экстерриториальной организацией, то есть она формально располагается внутри США, в Нью-Йорке, но каждую делегацию обязаны опускать. Это как бы ничейная. Ну, не земля, а ничейная организация. И вот Лавров выступал в ООН на сессии Генеральной Ассамблеи и, значит, призвал Израиль прекратить военные действия. Все это произошло после того, как мы убили их любимого Насралу. Понятно, что Хизбалла, хотя и санкция с Ираном, но оружие поставляет в том числе российское, этой самой Хизбалле. Россияне оплакали Хизбаллу, осудили Израиль. И вот теперь вдруг выходит Лавров. Неожиданно. И требует... Ладно, от Израиля, понятно, требует прекратить огонь. Тут сомнений нет. Но тут же требует от Хизбаллы отвезти своих боевиков за реку Литаний. Дело в том, что Ливан, если кто видит, вот такая узкая колбаска вдоль берега Средиземного моря. Есть резолюцию ООН, по-моему, 2006 года, которая требует, чтобы Хизбалла отвела свои войска на расстояние от границ Израиля. Ну, типа, есть такая резолюция. И вот он говорит, все, говорит, давайте, пожалуйста, отводите, говорит, войска. То есть он вдруг осмелел настолько Лавров. То есть насрало на него, не найдется, получается, на Лаврова. Что он чего-то требует от Хизбаллы. Он при живом насрали. Мог себе такое позволить, Лавров? Видишь, какой разбушевался. Разгулялся, Настя, рыбка. Думает, насрало на него нет, только права на него нет. Мы, говорит, последовательно, неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН. А точно, да? Ну, это он про конкретную резолюцию Совета Безопасности ООН. А может, тогда выполните сразу резолюцию Совета Безопасности ООН и выведете все войска из территории Украины тоже, нет? А то, говорит, в которой прописаны обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций. Так вы свои обязательства выполните. Чего вы с другими-то лазите? Вас-то здесь только и ждали на Ближнем Востоке, только вас тут нет, что ли? Выполните свои обязательства по Уставу ООН, а потом к другим приставайте. А то ведь начинает опять кудахтать. Неизбирательные атаки, жертвами которых ставятся гражданские лица, категорически недопустимые. Вот дальше фраза, которая меня увлекла. Израильтяне, оказывается, давно знали, что Лавров так говорит. Я-то не следил, но тут приехал, проследил. Значит, путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны, не обеспечит безопасность в Ливанно-Зрязском приграничье. Короче, объясняю. Человек, говоря об Израиле, использует эфемизм путь войны, который избрал Западный Иерусалим. Понимаете? В советское время, помните, говорили, кто избрал? Тель-Авив. Я чуть было не попал в лапы Тель-Авива. Да? Эти коршуны из Тель-Авива все время были. Ястребы из Тель-Авива. Бегин и Шарон. Это были ястребы из Тель-Авива. Почему? Потому что Советский Союз считал столицей Израиля город Тель-Авив. Хотя сам Израиль считает своей столицей город Иерусалим. И теперь, значит, Лавров, видимо, решил, что пора с Израилем дружить. И он как бы не сказал, что столица Иерусалим, не сказал, что как решил Иерусалим, политика, которую продвигает Иерусалим. То есть не признал Иерусалим столицей Израиля. Но это как политика, которую продвигает Западный Иерусалим. То есть половину Иерусалима он признал столицей Израиля. Но он не признал. Тут в чем конфликт, что часть Иерусалима это как бы международно признанная территория Израиля. Вторая часть Иерусалима, она не международно признанная территория Израиля. Но Израиль все равно считает это своим городом. И считает весь город своей столицей. И видите, Лавров заигрывает с Израилем уже настолько в ООН-то, что уже Западный Иерусалим там что-то признал. Настолько им нужно, настолько они боятся, что Израиль все-таки переметнется в этой войне с такой нейтральной позиции в нашей войне, имею в виду с нейтральной позиции на сторону добра абсолютного и перейдет на сторону Украины в нашей войне. Потому что они наблюдают сейчас россияне и понимают, что уж 80 глубинных бомб найдется, что вот бункерного деда Хасана и Хасана, ну да, дед Хасан, кстати, да, деда Хасана насрал, бункер не спас от 80 глубинных израильских бомб. Так и другого бункерного деда не спасет, правильно, бункер? Западный Иерусалим. Не, ну я, простите, я объясняю, может быть, слишком сложно, наверное, израильтяне-то поймут, но как бы это по аналогии сказать, ну вот Лавров, например, говорит, что Херсонская область это это часть России, ну знаете, да, что они считают Херсонскую область Россией. Вот если бы он взял и употребил термин Северная Херсонская область в отношении той части, которую они не смогли оккупировать россияне, что ну Северная Херсонская область это, конечно, Украина, вот Южная Херсонская область, это другой вопрос. То есть пошел на компромисс, пошел на компромисс. Wall Street Journal тоже высоко, кстати, оценивает, ну сухопутные операции, естественно, Израиль, а не ВСУ, как вы догадались, наверное. Wall Street Journal тоже высоко оценивает, знаете что? То, что ликвидировав Насралу, Израиль преподнес урок Байдену, пишет редакционная статья в Wall Street Journal. Ликвидация Насралы стала не только оправданным актом самообороны еврейского государства, но и преподнесла администрации Джо Байдена урок о действии и сдерживании врага с помощью военной силы, а не призывов к деэскалации. То есть, что как бы Байдену объяснили, что чтобы на вас не нападали, надо просто башку дать в противоположной стороне, а не давайте не будем эскалировать. Израиль демонстрировал, пишет Wall Street Journal, сдержанность в течение года, несмотря на то, что обстрелы Хизбаллы заставили эвакуировать все население севера. Израиль уже давно эвакурина. Это про это Лавров говорит. Однако затем Нитаниягу, премьер-министр Израиля, принял решение начать кампанию по уничтожению арсеналов и командованию группировки. Эта кампания стала демонстрацией способностей разведки, технологий и прежде всего политической воли. Это история про пейджеры, в том числе, те, которые взрывались на хизболистов. Хизболисты, это как баскетболисты, хизболисты, да? Это причем было сделано, это я зачитываю, продолжаю в Wall Street Journal, это было сделано, несмотря на призывы американских и европейских союзников к сдержанности. Вот это мы с Израилем схожи. Украина, да? Помните, как нам с высокой трибуны министр обороны России Остин выходит и говорит, Украине не надо совершенно бомбить нефтеперерабатывающие заводы России, потому что, что-то там рассказывает, мы тут же ночью бомбим еще два российских нефтеперерабатывающих завода. Сейчас продолжу с этой статьей в Wall Street Journal, а сейчас отвлекусь на секунду, пока вы подписываетесь на канал Остинман, пока вы ставите лайк, я вот заметил, не знаю, заметили вы или нет, но уже несколько недель не происходит двух вещей, недель, несколько недель. Россияне не наносят массированных ударов по нашей энергетике, а мы не наносим ударов по НПЗ. Ну это же так. Почему так, не знаю, ничего сказать не могу. По-моему, где-то месяц назад в последний раз сгорел большой склад нефтепродуктов в России, и больше мы не били по складам. Я думаю, что вот этот, нет, это еще раз, это версия. Возможно, вот этот грандиозный пожар в Ростовской области, который, помните, они тушили всем, что у них было, хоть по-пионерски, хоть как, все-таки заставил россиян как-то пойти на обмен с нашими, ну, какую-то тайную договоренность, что они не стреляют по энергетике, мы не бьем по НПЗ. И поэтому мы теперь бьем по складам, теми же самыми ракетами. Поляница, поляница, да. Ну или еще чем-нибудь. Не знаю, чем-нибудь. Вот. Похоже, что есть такая договоренность у нас. Гарантировать не могу, но на настоящий момент это выглядит реалистично. Дальше. Это статья в Ostrich Journal о том, как повел себя Израиль, когда от него требовали мира с Хизбаллой. Была проигнорирована американцам и французской инициатива о трехнедельном прекращении огня. Проигнорирована. Вот. Израиль не обязан следовать диктату западных политиков и экспертов, которые находятся в полной безопасности. Пишет редакционная статья в Ostrich Journal. То есть редакционная статья в Ostrich Journal поддерживает то, что Израиль ведет независимую политику. И дальше вот они пишут следующее. Байдену хватило политического здравомыслия. А я вчера, по-моему, подчеркнул на стриме, без этих слов, конечно. Чтобы назвать ликвидацию Насралы торжеством правосудия. То есть не осудил несчастные страдания дедушки Насралы, а назвал это торжеством правосудия. Однако, тот же самый Байден, по словам Ostrich Journal, использовал, внимание, антисемитскую трибуну ООН, чтобы призвать к прекращению огня. Вместо того, чтобы призывать Хизбалу и Иран в сдержанности, США должны воспользоваться достижениями Израиля для удара по хуситам, пишет нам Ostrich Journal. Нельзя забывать о необходимости предотвратить превращение Ирана в ядерную державу. То есть Ostrich Journal напрямую призывает администрацию Байдена нанести удар по хуситам и нанести удар по иранским ядерным объектам. Израильский опыт последнего года напоминает Западу о цене провала политики и сдерживания и о том, как восстановить этот потенциал. Израиль позволил, это все мои цитаты из Ostrich Journal, Израиль позволил Хамасу захватить себя врасплох, но он не намерен повторять ту же ошибку с Хизбалой. Байден подорвал потенциал сдерживания США, потому что он боится эскалации. Он уступил преимущество Ирану, России, Китаю. У Израиля нет такой роскоши, накануя его выживание. Подводит итог редакция Ostrich Journal. И что мы можем сказать? Слава Богу, что в конце России упомянуто. Жаль, что не упомянута Украина. Ну, что Байден должен такой ситуации, нужно бы в том же Ostrich Journal упомянуть, что да, прощелкали я клювом еще и российское. Российскую не только агрессию, но и то, что Россия накопила некий потенциал, который, ну, если бы вовремя уничтожили, задушили бы в зародыше. Вот объявил Путин там о перевооружении армии. Нужно было бомбить сразу. Сразу. Кто разрешал Россию? Кто разрешал России вот это самое перевооружаться? Это кто? Вот как Россия нападает на Украину и говорит, кто это вам разрешал вступать в НАТО? Кто это вам разрешал строить армию? Вот я помню заявление то ли Путина, то ли Лаврова. Мы признавали независимость на условии, что Украина будет нейтральной страной. Независимость Российской Федерации признавалась на условии, что она не будет военным агрессором, что она не будет наращивать свои вооруженные силы, а будет тихо сидеть в углу и не отсвечивать, жуя ножки Буша. Решили встать с колен, надо было бомбить их сразу. Надо было бомбить их сразу. Надеюсь, что любой следующей администрации США это станет понятно и уже никогда, так сказать, из пепла Россия не должна восстать. Вот это вот Wall Street Journal, это мне, от меня, от Шетельмана вам в подарок, так сказать, постскриптум вашу статью о том, как Израиль подал пример Байдену, как надо х***ть агрессоров. И постскриптум, кстати, про Украину и про Россию. Ну и далее по тексту. Но Хизбалла пока не сдается, выбрали они наследника Насралы. Причем, вы знаете, выбрали практически, буквально в смысле наследника, физически. Ну, некоторые говорят преемника, но он фактически наследник, потому что на место на Хасана Насралы, в качестве этого, как это называется, господи, должности, сейчас скажу, генеральным секретарем Хизбаллы стал Хашем Софи Аддин, двоюродный брат Насралы. Мало того, что он двоюродный брат, он еще и женат на дочке генерала Сулеймани. Вот тут вообще прямо какие-то у них сплошные родственные скрещивания происходят. Значит, генерал Сулеймани, это кто не помнит, про него даже Путин рассказывал уже во время нашей войны, генерал Сулеймани был представителем корпуса Стражей Исламской Революции, которого американцы в Багдаде ракетой попали в него. Просто ликвидировали. Под ноль. Путин плакал. Путин стоял на Валдае, прямо у него звенели колокольчики от страха у Путина. И он говорил, представляете себе, они убили генерала Сулеймани, вот так генерала чужой страны взяли в Багдаде ракетой, говорит. Так вот, оказывается, дочка генерала Сулеймани пошла размножаться к новому лидеру Хизбаллы, тогда она еще не знала, что это будет новый лидер Хизбаллы, но к двоюродному брату насралы. И теперь они будут множить число террористов таким биологическим, в том числе, путем. И Израилю работы, мне кажется, только прибавится. Ну и еще, и еще один ООН. ООН вам не только ООН. Еще ООН нам угрожает теперь ядерным оружием. Лавров с трибуны прямо ООН угрожает ядерным оружием. Прямо этот, помните? Нет, ну все-таки вот раньше были великие лидеры, Хрущев хотя бы ботинком стучал. Лаврову нечем было стучать, только башкой своей эту п*** в эту самую трибуну ООН. Поэтому глава МИД России Сергей Лавров назвал с трибуны ООН п***ственными попытки воевать до победы с ядерной державой Российской Федерации. Он заявил о бессмысленности п***истых попыток воевать до победы с ядерной державой. Решения Запада по применению вооружений в глупо России покажут, как там услышали заявления правителя Путина о ядерной доктрине. Заявление же президента Украины Зеленского о планов РФ атаковать украинские атомные станции назвал плохо получающимися экспромтами. Обвинил Зеленского в том, что он якобы хочет прямого вовлечения в боевые действия стран НАТО. Короче, почему-то Лавров рассчитывает, что вот понимаете, ну вот не услышали Путина по ошибке. Просто по ошибке не услышали, что Путин поменял ядерную доктрину. Путин, как я вам рассказывал, в четверг поменял ядерную доктрину, переписал, чтобы намекнуть американцам, что не надо разрешать нам бить в углубь территории Российской Федерации. Но, вчера я вам рассказал, что происходит с этими разрешениями, а Лавров все говорит, ну подождите, ну услышьте Путина, вы же не слышали. Ну там же Бутина, сказал, дайте Амдам, послушайте. Он, наверное, ходит как зануда, да, за всеми с телефончиком, говорит, ну дайте Амдам, послушайте, что вам Путин сказал, давайте вот посмотрите. А ему такие, Нихтферштейн, товарищ Лавров, не понимает, вы не понимаете, что вы говорите нам. У вас челюсть отпала, но уже вас не понимает. Но продолжает, как видите, ядерные угрозы товарищ Лавров. И вторит ему товарищ Медведев. Значит, Медведев, у него новое теперь заявление. Чем смешнее государство, тем выше гонор, заявил Медведев. Вот, кстати, если бы он говорил это о России, я бы даже его похвалил. Но действительно, чем смешнее страна, лапти, щи, все вот эти дела, балет, вот, тем выше гонор. Про Россию это точно можно сказать. Как говорится, бензоколонка с ракетами действительно смешное государство. И действительно, гонору им прям не занимать, россиянам. Они прям себя возомнили пупом земли. Чем смешнее государство, тем выше гонор. Но, оказывается, говорил он не о жалке этой России, а о Великой Эстонии. Оказывается, он отвечал на заявление начальника генштаба силы обороны Эстонии, генерал-майора Махура Каруса, о готовности нанести превентивный удар по России. И вот, что сказал Медведев. Ну, что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонору отдельных сумасшедших руководителей этого государства. Значит, кстати, насчет смешнее государства. Давайте сравним, просто я гляну. Ну, прям сейчас в онлайн-режиме, чего уж там. Вы же помните, что Эстония и Россия были внутри одного советского государства. Правильно? А я сейчас посмотрю один показатель всего. Один показатель. Значит, список стран по ВВП на душу населения. Давайте просто сравним. Ну, просто, что? По паритету покупательной способности. Да, все по-честному. Посмотрим, где там. Помните, россияне угрожали войти там в десятку, в двойку, в единицу величайших стран мира. А давайте сравним показатели, ну так, чисто Эстонии и чисто Российской Федерации. Ну, в Эстонии ВВП на душу населения примерно как в Израиле. 45 тысяч долларов в год. В Израиле 46. В Литве 46. В Испании 43. Помните, россияне пытались обогнать Португалию. Ну, вот Эстонцы за это время обогнали Испанию, Японию по ВВП на душу населения обогнали Эстонцы. Польшу, Венгрию, Румынию, то понятно. Португалию обогнали уже значительно. Чуть не в полтора раза обогнали Португалию. А где Россия-то? Вот Россия 38. А у эстонцев 45. А у россиян 38. А что ж так-то, а, россияне? Вы же собирались обгонять эту Португалию. Вот Эстонцы обогнали и Японию обогнали Эстонцы. И Испанию обогнали Эстонцы. Израиль догнали практически Эстонцы. Так кто здесь смешной страна-то, а? Причем в Эстонии нефти-то нет. У России весь этот ВВП это нефть и газ, который бесплатно из трубы сосать можно. Вот россияне сидят и сосут. А эстонцы развили огромную экономику просто на пустом месте, на песчаной дюне. И вот что говорит дальше по этому поводу Медведь. Делая такие заявления, необходимо принимать в расчет одно. В случае использования тактического ядерного оружия Россия применительно к отдельным государствам, которые позволяют все-таки высказывания, от них останется просто мокрое место. Мокрое место. Вот так. Понятно? останется в Эстонии мокрое место. Ну, что я могу сказать? Это прямая угроза безядерному государству от лица ядерного государства. Это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Я думаю, что ООН сейчас должна прямо вынести резолюцию по поводу этих заявлений Медведева. Потому что это прямое нарушение закона договора о нераспространении ядерного оружия россиян. Где у Медведева мокрое место не знаем, почему он употребляет такие слова. Видимо, у него где-то в интересном месте образовалось мокрое место. Причем мокрое настолько, что даже в результате всей этой ядерной риторики от Вяльбы, от Лаврова, от Медведя пришлось, вы знаете, кому их всех одергивать, вы не поверите. Не Байдену вообще и не Си в этот раз, и не Моди из Индии. Нет. Пескову пришлось останавливать всех этих персонажей. Песков призвал не апеллировать чрезмерно к изменениям в ядерной доктрине в контексте спецоперации. То есть, он сказал, то, что мы тут поменяли ядерную доктрину, это никак не связано, это мы не про Украину, не дай бог. Потому что он понял, что за это можно и по усам получить. Причем всей России, а не ему лично за такие заявления. И он останавливает своих разбушевавшихся товарищей по несчастью, умственному я имею в виду. И дальше, правда, по приказу Путина он сказал это пусть-то заканчивать, потому что я думаю, что Путина набрали соответствующие товарищи и сказали, что за такой можно и партбилет на стол. Понятно. Но окончил свое заявление Песков шедевром. СВО, говорит, продолжается своим ходом. Вы знаете, что меня здесь умилило больше всего? Что СВО не идет по плану, как сказали бы в старые добрые времена. Вы сказали бы, СВО идет по плану, спецоперация идет по плану. Нет. СВО теперь уже идет не по плану, а идет оно своим ходом. Чувствуете, какая ирония? Своим ходом. То есть, как бы наши сани едут сами. Мы сами по себе, СВО как бы само по себе. Нас оно не спрашивает. Вот это точно ведь. Точно, да? СВО идет именно что своим ходом? Своим ходом. Мы его запустили, а она узнает. Куда-то оно там своим ходом покатилось. СВОшечка. Не по плану, а своим ходом. Я не случайно повторяю это еще раз. Вдумайтесь. СВО идет своим ходом. Черт знает куда. А война идет своим чередом. Действительно, вот это СВО стало вещью в себе, как сказал бы один известный философ. Оно катится куда-то, никого не спрашивая. Не спрашивая тех, кто его когда-то организовал. Не спрашивая, в чем был план. Я не верю, что в силах какого-нибудь Путина или других правителей России это все остановить. Уже не верю. Это штука, которая генерирует сама себя. Все это их СВО так называемое. Другое дело, что когда это так, то это колесо СВО может покатиться абсолютно в любую сторону. И как говорит Елена Виальба, ведь эта самая атомная бомба может взорваться и в центре какого-нибудь российского города. В общем, как-нибудь так сама, чтобы уж точно приняли Россию в лыжные гонки. Чтобы всем захотелось срочно надеть лыжи и срочно бежать, бежать и бежать из этой проклятой богом страны. Спасибо, что вы смотрели выпуск Шатриман за сегодня. Подпишитесь, поставьте лайк за этот мой финальный спич. Завтра увидимся там же, где всегда. Субтитры сделал DimaTorzok